Это был непростой год, но россияне прошли его достойно. С такими словами в последние минуты уходящего года обратился к согражданам Владимир Путин. Никто не мог представить через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. С тревогами и большими материальными сложностями. С переживаниями. А для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Эпидемию коронавируса пока не удалось остановить, отметил президент. Борьба продолжается. Убежден. Вместе мы все преодолеем. Наладим и восстановим нормальную жизнь. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Цитата «Не отступать перед трудностями и беречь сплоченность» пожелался отечественникам российский лидер. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья. После рекордно длинного шестиминутного телеобращения президента России, бой курантов, гимн и фейерверк над непривычно пустой Красной площадью. В Москве, как и ряде других городов страны, из-за роста заболеваемости коронавирусом действуют ограничения. В новогоднюю ночь массовые мероприятия под запретом. Столичные рестораны и кафе закрылись в 23.00, но выходить из дома никто не запрещал. Чем и воспользовались некоторые москвичи и гости города, отправившись на автобусную экскурсию по ночной столице. «Мы хотели вот в этот год именно, вот именно в автобусе, где-то вот на экскурсии поехать, посмотреть в Москву, движение какое-то создать. Поэтому всегда сидели дома полгода, вы сами знаете, по каким причинам, поэтому мы очень довольны и счастливы». Бенгальские огни, шампанское, мандарины и градусники. Перед посадкой у пассажиров обязательно измеряют температуру. А дальше в программе поездка по главным улицам и проспектам под музыку и танцы с остановками в знаковых местах столицы. Чтобы встретить новый 2021-й ярко и также его провести.